Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Помнишь, как ты вчера что-то сделал с этим торговым автоматом? Ты сказал, что расскажешь мне подробности позже. А, да. Я говорил это, не так ли, ну, не сердись, когда я тебе говорю. Не волнуйся, Римуру, я уже знаю, насколько ты странный и твои способности, поэтому я думаю, что справлюсь. Этот сопляк серьезно только что назвал меня, странным, в лицо. Мне не очень нравится, когда меня называют, странным, но, думаю, я понимаю, откуда вы исходите, когда вы так говорите. Итак, насчет торгового автомата. Я его съел. Я объясняю прямо. Съел это. Спрашивает Ирума, сбитый с толку моим ответом. Ага. Я слизь, помнишь? Слизь не могут есть что угодно, включая торговые автоматы. Я говорю ему полуправду, широко улыбаясь. Использование азатата похоже на еду, так что это не полная ложь. Я ни за что не объясню этому ребенку, что у меня есть доступ к бесконечной пустоте, в которую я могу втягивать вещи, когда захочу. Ирума все еще выглядит очень растерянным, поэтому я решаю устроить ему небольшую демонстрацию. Просто взгляните на остальную часть моей еды на мгновение. Даже не моргайте, иначе вы можете ее пропустить. Для драматического эффекта я провожу рукой над едой, прежде чем съесть ее, используя свое умение, а не рот. Видите? Я только что съел его. Небрежным тоном говорю я, указывая на свою теперь уже пустую тарелку. Ух ты. Восклицает Ирума, все еще глядя на мою тарелку. Эй, перестань. Нам нужно готовиться к отезду в школу. Да, ты прав. Извини. Мы вдвоем берем свои вещи и выходим за дверь. Оказавшись снаружи, мы замечаем два знакомых лица, ожидающих нас по другую сторону ворот особняка. Это, конечно же, Азз и Клара. Доброе утро, Рири и Эрумачи. Кричит нам Клара, взволнованно размахивая руками. Мы здесь, чтобы сопровождать вас в школу, мастерс. Азз говорит с небольшим поклоном. Прежде чем я успеваю ответить на их приветствие, я слышу знакомый голос позади себя. Учитель, у вас есть кто-то, кто будет служить вам в школе. Вы считаете, что он более достоин быть рядом с вами, чем я? Спрашивает Диабло, подозрительно глядя на Азза. Азз смотрит на него с таким же отвращением. Я уже вижу искры, летящие между двумя демонами. Черт, я не хотел, чтобы эти двое столкнулись друг с другом. Почему мне кажется, что меня только что поймали на обмане или что-то в этом роде? Нет, Диабло, это не так. Успокойся. Мне не нужно, чтобы кто-то, обслуживал, меня в Бобилсе, он просто решил сделать это сам. Особняк на случай чрезвычайной ситуации. Я успокаиваю его, пытаясь разрядить обстановку. Думаю, мне следует хотя бы представить их теперь, когда они вроде как познакомились. Хорошо, Диабло. Это Азз и Клара. Это две ученицы, которых я встретил в Бобилсе. Думаю, ты можешь называть их моими друзьями и друзьями Ирумы. Я объясняю Диабло. Азз, Клара, это Диабло, он что-то вроде моего дворецкого. Я делаю жест позади себя. Да, друзья. Говорит Ирума, выглядя пораженным и сбитым с толку. В чем его проблема? По крайней мере, они определенно его друзья, если не мои. Я в основном просто сказал это, чтобы Диабло понял, что ему нужно относиться к ним должным образом. Решетка Эй, Ирума, ты не думаешь, что эти двое твои друзья. Потому что я определенно думаю, что они есть. Что, черт возьми, еще они могут быть, решетка я шепчу ему. Решетка Эн, но могут ли люди и демоны быть друзьями? Все хорошо. Решетка. Решетка, ты придурок, конечно могут. Мы все здесь люди, не так ли? Нет ничего страшного в том, что у такого человека, как ты, есть демоны в друзьях. Кроме того, у тебя есть чертова повелительница слизи слэш-демонов в качестве, сестры, так что это совсем не должно тебя беспокоить, решетка я агрессивно шепчу ему в ответ, чувствуя себя оскорбленной. Я в ярости, потому что такое мышление, огромная проблема в моей книге. Дома, в темпе, было очень трудно заставить людей вообще доверять монстрам, не говоря уже о союзе с нами. Подобная дискриминация была главной проблемой той борьбы, поэтому меня не могут не беспокоить подобные мысли. Что это за, друзья, о которых вы говорите, мастер? Спрашивает Аз, выглядя озадаченным. Да, скажи нам. Я могу их есть. Взволнованно спрашивает Клара. Чего ждать? Вероятно, что понятие дружбы не существует в преисподней, мастер. Серьезно. Это довольно странно. Я думаю, кто-то должен будет объяснить им это тогда. Звездочка-вздох-звездочка, эй, Ирума. Обясни этим двоим, что такое друзья. Я говорю Ируме сделать за меня мою грязную работу. Справедливо, что он позаботится об этом, так как минуту назад он меня взбысил. М, хорошо, Римуру. Друзья, это люди, с которыми тебе нравится проводить время и которые очень важны для тебя. Так что это сделало бы вас обоих моими друзьями, я думаю. Ирума нерешительно объясняет двум демонам. Он выглядит довольно смущенным и смущенным из-за этого, что, я думаю, является для него достойным наказанием. Перед тем, как мы отправимся в школу, я решаю дать Диабло немного информации, используя мысленное общение. Решетка я должен сообщить вам, что я обнаружил подозрительного человека в Боббелсе, но я сам собираю информацию о нем. Возможно, мне понадобится, чтобы ты шпионил за ним позже, но пока просто оставайся здесь в режиме ожидания решетка. Решетка да, конечно, мой лорд решетка. Совсем позаботившись, я начинаю ужасно долгий путь в Боббелс пешком с Ирумой, Азом и Кларой. Мне жаль двух демонов, потому что они, вероятно, тоже не любят ходить. Мастера, почему вы не летите в школу? Спрашивает Аз. Что за черт? Он читал мои мысли или что? Индивидуальный Асмодий Алиса не обладает способностью читать мысли. Я пошутил, Сиэль, конечно, нет. Спасибо хоть. Ируми явно не по себе от этого вопроса, поэтому я решаю ответить за него. Поскольку он причиняет мне большие неудобства, я решаю немного поразвлечься за его счет. Я хочу лететь в школу, но из-за него нам приходится идти пешком. Говорю я, указывая на Ируму. Ирума смотрит на меня так, будто я только что приговорил его к смерти или что-то в этом роде. Римуру. Как ты? Кричит на меня Ирума, потрясенный и напуганный тем, что я только что сказал. Я отрезал его. Он не любит летать, потому что он маленький слабак, который боится высоты. Говорю я со зловещей ухмылкой и хихикаю. Мастер Ирума, боится, высоты. Спрашивает меня Аз, выглядя удивленным. Я киваю ему. Я не слабак. Я просто, протестует Ирума, но я снова перебиваю его. Да, ты. Как еще ты назовешь демона, который боится высоты? Я дразню его, продолжая смеяться. Я Н не летаю, потому что, потому что. Он отчаянно пытается придумать другое оправдание, но в конце концов терпит неудачу и сдается. Мастер, это была очень подло. Я знаю, но из-за него мне приходится проделывать всю эту ужасную ходьбу. Знаете, это не вина мальчика. Вы должны извиниться перед ним за то, что унизили его перед его друзьями. Ладно, думаю, я могу притвориться, что пошутил. Ладно, ладно. Я просто пошутил. Ируме почему-то просто нравится гулять, на самом деле он не боится высоты. А. Это имеет гораздо больше смысла. Восклицает Аз. Ага. Ирума чей ничего не боится. Взволнованно кричит Клара. Решетка, я бы так не сказал, решетка бормочет себе под нос Ирума. После того, что кажется вечностью ходьбы, мы вчетвером пребываем в Бэбилс. С помощью Сиэля я провожу нас в классную комнату Мисс Фит Клэс. Если бы не тот факт, что Сиэль практически никогда не ошибается, я бы подумал, что мы идем неверным путем. Направление привели нас в пещеру и вниз по крутой каменной лестнице. Стены этого места были покрыты граффити, и на полпути мы миновали большую кучу мусора. Когда мы подошли к двери в класс, скажем так, я совсем не был впечатлен. Вещь была настолько потрепана, что вы, вероятно, получили бы осколок от одного лишь взгляда на нее. Какая неприглядная дверь. Моим мастерам здесь не место учиться. Жалуется Аз. Он такой старый. Я хочу его сбить. Говорит Клара. Стой. Не порти школьную собственность, Валак. Аз кричит Кларе прежде, чем я успеваю. Мастер, я обнаружил ловушку, которая активируется при открытии этой двери. Ловушка, да. Я предполагаю, что это не угроза, с которой я не могу справиться. Что за ловушка? Правильно, ваш универсальный барьер легко отразит его. Кроме того, не будет ли вам рассказывать, какой тип ловушки лишает вас удовольствия, хозяин? Да, это лишит сюрприза удовольствия. Установите барьер и для этих троих, чтобы они не пострадали от него, когда мы войдем. Понятно, мастер. Ребята, у меня плохое предчувствие, так что будьте на чеку. Говорю я троицы, идущие за мной. Эээ, конечно, отвечает Ирума. Конечно, мастер. Говорит Азз. Клара ничего не говорит, но кажется взволнованной возможной опасностью, буквально подпрыгивая вверх и вниз и хихикая про себя. Мы с Ирумой заходим в класс, Азз и Клара следуют за нами. Как только мы перешагиваем через дверь, в нашу сторону с помощью какой-то хитроумной штуки выбрасываются десятки орудий. Не зная, что он защищен моим барьером, Ирума отчаянна, но успешно уклоняется от каждой атаки из ловушки. Я использую сочетание уклонения и захвата оружия в воздухе, чтобы нейтрализовать угрозу. Что, черт возьми, все это было. Спрашиваю я учеников, уже находящихся в классе, раздраженно несмотря на то, что знала ловушки еще до входа. Со мной такое происходит не в первый раз, хотя в прошлый раз вместо оружия стреляли. Я заметил, что один из студентов собирает деньги с других. Делали ли они ставки на результаты ловушки? Это довольно садистки, но, думаю, этого и следовало ожидать от демонов. Не могу поверить, что вам двоим удалось увернуться от всего этого. Вы единственные, кому удалось сделать что-то подобное. У нас был кое-кто, кто поймал их всех. Мальчик с желтыми волосами и черной полосой на шее. Говорит он мне, указывая на другого ученика. Пойманный. Как кто-то мог поймать столько оружия двумя руками? Вот почему я просто уклонился от некоторых из них. Я мог бы как-то с этим справиться, но никому из обычных людей это не под силу. Я оглядываюсь и вижу очень высокого, в два раза выше меня, и мускулистого мальчика с колючими светлыми волосами. По какой-то причине он практически без рубашки, я думаю, это разрешено политикой нестандартной униформы. Я слышал, что студент напал на учителя в день церемонии поступления, и, основываясь на описаниях людей, я почти уверен, что это был этот парень. Ой, подождите, я опускаю самую важную часть, у него тонны оружия, торчащие из разных частей его тела. Так вот что он имел в виду под, поймал. Почему он просто не увернулся? Это не может быть хорошо, когда все эти торчат из него вот так. Уклонение было бы актом трусости. Я, Сабнок Сабро, самый достойный стать будущим королем демонов, никогда бы не сделал такого. В отличие от тебя и твоей сестры. Говорит он самоуверенным голосом, прямо глядя Ируми в лицо. Аз вклинивается между ними, пытаясь защитить Ируму. Я решаю сидеть сложа руки и смотреть шоу, если только оно не начинает становиться жестоким. С тебя достаточно, Сабнок. Прерывает Аз. Ну, ну, если это не староста класса, а с Моди Алиса. Я слышал, ты призвал Змею Горгону в качестве своего фамильяра. Язвительно говорит Сабнок. Действительно, я сделал точка. Аз прямо отвечает, глядя на Сабнока. Но я вызвал Килби. У него больше ног, чем у тебя, так что он побеждает. Объявляет Сабнок с широкой улыбкой на лице. Что за абсурдные рассуждения. Аз выплевывает, ошеломленный. Конечно, в тот момент, когда ты стал рабом близнецов Салливан, ты потерял право быть моим соперником. Неуважительно говорит Сабнок. Кто вообще захочет быть твоим соперником? Кроме того, я не их раб. Я их... Друг. Аз протестует. О боже, почему он должен говорить такие неловкие вещи вслух? И я, и Ирума стоим рядом и слушаем. Я могу сказать, что он так же смущен и смущен, как и я сейчас. Ура, друзья! Восклицает Клара. Что это за слово? О чем ты говоришь? Спрашивает Сабнок. Позвольте мне сказать вам, говорит Аз. Эм, тебе действительно не обязательно говорить это вслух. Ирума пытается остановить эту неловкую ситуацию. Да, Аз, пожалуйста, не надо, говорю я Азу, но он не слушает. Друзья проводят время вместе, делись своей болью и удовольствием, и заключают кровный союз своей готовности умереть друг за друга. Ээээ, почему? Почему он превращает это в такое большое дело? Ну, это было ужасно драматично, сокрушенно говорю я. Да, вы могли бы сказать, что снова. Ирума соглашается. Дверь в класс внезапно открывается, и входит мужчина. Прибыл учитель, прерывая ссору Аззе и Сабнака. Он блокирует ловушку, создавая какой-то барьер, который он создал из своей руки, который останавливает оружие в воздухе. Конечно, это последний учитель, которого я мог бы хотеть, на берез коллега, также известный как профессор вверх его задницу. Он хмурится на спорящих студентов, потом почему-то на меня. Я думаю, он затаил обиду или что-то в этом роде. Молчание. Немедленно займите свои места. Коллега кричит на весь класс. Я нахожу свободное место и сажусь. У застенчивой, миниатюрной девушки, сидящей рядом со мной, светло-голубые волосы до подбородка, близкие по цвету к моим, и большие круглые очки. Она кажется какой-то знакомой, я видел ее раньше. Основываясь на ее чертах лица, можно с уверенностью сказать, что это та самая девушка, которую вы заметили в школьной газете. Ого, правда. Значит, на этой фотографии она, должно быть, была в парике. Мне лучше не говорить ей, что я знаю, кто она. Вероятно, она пытается вести двойную жизнь или что-то в этом роде, как в том телешоу, которое моя племянница заставляла меня смотреть с ней в прошлой жизни. Я вызываю бросок. Коллега объявляет. Агарис Писера. Ленивый рыжеволосый мальчик, кажется, носит маску для сна с глазами. Как ни странно, он лежит на плывущем облаке. Агарис только зевает в ответ на то, что коллега зовет его по имени. Асмодий Алиса. Да, сэр, точка. Аз встает и клоняется. Алло, сэр Шнайдер. Этот ребенок похож на льва с дерзким выражением лица. По какой-то причине он отвечает коллега, я мыслящий тростник. Что бы это ни значило. Андроэм Джас. Мальчик откинулся на спинку стула с расслабленным выражением лица. Разве это не он брал деньги у студентов, когда они делали ставки ранее. У него короткие, взлохмоченные черные волосы и красные глаза. На каждом пальце, включая большое, золотое кольцо. Он отвечает небрежным, и кратко о. Ха, Элизабетта. Она высокая, красноглазая, светловолосая малышка, одетая в вычурную униформу с большим количеством розового и бантами. Здесь точка. Говорит она с улыбкой. Валак Клара. Я здесь, Эгги-сенсей. Она весело отвечает, размахивая обеими руками в воздухе. Перестань называть меня так. Говорит ей коллега ровным, но раздраженным тоном. Каэм-камуи. Ты не здесь, Каэм-камуи. Зе здесь. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы ответить, вероятно, потому, что его отвлекла девушка, сидящая перед ним. Этот малыш похож на сову, у которого крылья вместо рук. Из того, что я могу сказать, он кажется извращенцем, так как он не перестанет, смотреть, на Элизабетту. Кажется, он взволнован тем, что сидит прямо за ней, даже не в силах усидеть на месте. Гарб-гай-эм-он. Мальчик с ног до головы покрыт белыми волосами, так что я даже не вижу его глаз. Он также носит катану. Я здесь, точка. Он отвечает. Краселый Кироли. Решетка вот, решетка шепчет застенчивая девушка рядом со мной, едва способная произнести хоть слово. Как эта девушка стала знаменитостью. Она кажется слишком робкой для этого. Ты уверен, Сиэль? Да, я уверен. Возможная причина в том, что она уверена в себе только тогда, когда носит маскировку знаменитости, по сути играя другого человека, точка. Да, может быть. Шаг слит. Мальчик с желтыми волосами с черной полосой, как раньше, играет на какой-то портативной игровой приставке, наполовину игнорируя учителя. Да. Вот, я здесь. Он говорит быстро, чтобы снова сосредоточиться на своей игре. Собно к собро. Верно. Уверенно отвечает он. Персонсый. Тихий мальчик с бледно-лиловыми волосами не отвечает и просто продолжает смотреть в окно. Никто другой даже не смотрит на него. Коллега отвечает на его молчание, хмф. Почему все ведут себя так, будто его здесь нет? Кажется, он до некоторой степени скрывает свое присутствие. На вас это не влияет из-за ваших усиленных чувств, точка. Значит, никто больше не может его видеть. Интересно, он прячется намеренно или нет? Ирума Судзуки. Он. Прежде чем Ирума успевает закончить ответ, его прерывают. А теперь приступим к Ураку. Привет. А что я? Эй, профессор. Вы не назвали мое имя. Я тоже здесь. Говорю я, поднимая руку. Да, к сожалению, ты. Римуру. Холодно, говорит мне коллега. Шиш. Это было неуместно. Мы должны раздавить его. Я могу сказать, что ты злишься, Сиэль, но мы не можем позволить ему заставить нас потерять самообладание на глазах у всех. Если мы это сделаем, он победит. Он явно пытается заставить меня сделать что-то, что даст ему повод меня наказать. Да, мастер. Все вы, идиоты-возмутители спокойствия, снаружи, сейчас же. Мы собираемся определить ваши ряды. Коллега объявляет. По пути к двери я подхожу к коллега. Разве Салливан не говорил тебе не злиться на меня? Я предполагаю, что вы не слушали его, основываясь на том, что вы только что пытались сделать. Если ты хочешь усложнить мне жизнь, я верну тебе долг. Я использую телепатию, чтобы угрожать ему, улыбаясь при этом. Коллега смотрит на меня широко раскрытыми глазами, а я продолжаю невинно выходить из класса. Да, я подслушал его небольшой разговор с Салливаном, где он предупреждал коллега не провоцировать меня и все такое. Если он будет относиться ко мне несправедливо, я сделаю все, что в моих силах, чтобы усложнить его жизнь. Мы выходим наружу, используя какие-то волшебные палатки, которые переносят нас на платформу, окруженную долиной. Коллега объясняет, что наши ранги будут определяться сочетанием наших знакомых результатов призыва и этой летной гонки. Наша цель – флаг на другой стороне этой долины. Он неохотно вытаскивает еще один милый обучающий экран, который объясняет, что есть два пути к цели. Долина трели дольше, но намного безопаснее. Долина головорезов, короче, но чрезвычайно опасна. Как только дело сделано со своим объяснением, он разбивает его об землю, как в прошлый раз. Он действительно ненавидит эту штуку, может быть, даже больше, чем я. Единственный способ пройти быстро – это долина головорезов. Сабнок объявляет. Единственный вариант в этом году – долина песчаных песен. Коллега отвечает ровно. Эй! Почему? Кричит ему Сабнок. Страж долины головорезов в последнее время был угрюм. Коллега дает ему ответ. Страж. Обеспокоенно спрашивает Ирума. Это огромный волшебный зверь, который правит долиной головорезов. Учитывая его поведение в последнее время, мы не можем гарантировать вашу безопасность, если вы столкнетесь с ним. Вот почему его владения запрещены. Коллега объясняет нам. Я иду через долину головорезов. Иначе нет смысла. Сабнок настаивает. Все вы, будьте готовы. Коллега командует. Все ученики, кроме Ирумы, расправляют крылья. Я подражаю им, выращивая свой собственный набор. Они в основном для красоты, так как я могу прекрасно летать без них. Теперь мы начнем летную гонку. Мы должны победить и показать этому неуважительному учителю, что ты лучше. Чувствуешь себя сегодня довольно конкурентоспособным, да, Сиэль. Хотите взять на себя, чтобы вы могли повеселиться? Да, мастер. Мне бы понравилось это. Ладно, давай, садись за руль. Убедитесь, что вы выиграли, но убедитесь, что вы делаете это без телепортации, только летая. Я не хочу, чтобы меня обвинили в измене. Понял. Несмотря на всю мою практику, я все еще не могу летать так же быстро, как Сиэль, когда она контролирует ситуацию. В тех случаях, когда я хочу летать на максимальной скорости, мне нужно позволить ей взять на себя управление. Ирумапов. Я смотрю, как у всех остальных учеников вырастают крылья. Как я могу участвовать в гонках, не умея летать. Я смотрю на Римору, отчаянно нуждаясь в помощи в моей ситуации, но в ней есть что-то странное. Странно не то, что у нее теперь есть крылья, а ее глаза и выражение. Ее глаза теперь ярко-малиновые вместо нормального золотистого цвета, а лицо совершенно невыразительно. Обычно у нее на лице какие-то эмоции, поэтому тот факт, что она выглядит так, довольно тревожен. Что с ней происходит? Она как-то не чувствует себя тем же человеком. Прежде чем я успеваю полностью осознать происходящее, мои мысли прерывает голос профессора. Готов идти. Говорит коллега, опуская поднятую руку, сигнализируя о начале гонки. Все остальные ученики взлетают, создавая ветер, который чуть не сбивает меня со скалы. Как только я восстанавливаю равновесие, я чувствую толчок сзади. Пошевеливайся, точка. Холодно, говорит коллега, толкая меня через край. Я кричу, размахивая руками и ногами, и свободно падаю на зубчатые скалы внизу. Ремуру от первого лица. Сиэль несет нас к финишу на совершенно нелепой скорости, максимум на несколько секунд. Мы даже добрались туда раньше коллега, который использует какое-то устройство для телепортации. В этот момент Сиэль возвращает контроль над моим телом. Молодец, Сиэль. Посмотрим, какое у него будет лицо, когда он доберется сюда. Я уверен, что это будет чудесно, хозяин. Определенно. Я сажусь, прислонившись к камню, и закидываю руки за голову, принимая расслабленную позу с закрытыми глазами. Я лениво приоткрываю один глаз наполовину и смотрю, как появляется, палатка-телепорт, и выходит коллега. Он смотрит на меня, протирает глаза и делает двойной взгляд. Я подавляю желание рассмеяться над его замешательством. Ха-ха-ха. Я был прав. Его лицо бесценно. Я согласен. ХМФ. Достаточно долго. Говорю я ему, притворяясь скучающим, только взглянув на него, прежде чем снова закрыть глаза. Несмотря на то, что мои глаза закрыты, я вижу, как удивление на его лице меняется на раздражении. Ка-ка ты. Коллега выдыхается. Конечно, я летал. Это гонка на самолетах, поэтому я подумал, что это само собой разумеющееся. Я небрежно отвечаю, закрыв глаза. Я сижу какое-то время, прежде чем осознаю, что забыла чем-то, или я должен сказать кого-то. Дерьмо. Ирума. Я забыла в Ируме. Я вскакиваю, теперь уже на ногах. Найди его универсальным детектором, Сиэль. Я должен помочь ему, так как он не может летать. Понял точка. Эй, профессор. Мне нужно кое-что сделать, так что я ухожу. Пока. Подожди, сто. Я даже не даю ему возможности ответить, прежде чем улетаю. Я выхожу из его поля зрения, прежде чем телепортироваться к местонахождению Ирумы. Ирумапов. В настоящее время я испытываю ужасающие ощущения свободного падения, не в силах ничего с этим поделать. Что ж, думаю, сегодня я умру. Я закрываю глаза и решаю принять свою судьбу, но вдруг что-то останавливает мой импульс. Эй. А чем ты думал, прыгая вот так с обрыва? Тебя могли убить, идиот. Ругает меня знакомый голос. Римуру. Спрашиваю человека, держащего меня на руках. Кем еще я мог бы быть? Серьезно, почему ты спрыгнул с этой скалы? Спрашивает меня Римуру. Я не спрыгивал, меня толкнул профессор. Я предполагаю, что он не знает, что я не умею летать, поэтому он не пытался меня убить или что-то в этом роде. Я отвечаю. Да, даже несмотря на то, что он, кажется, ненавидит нас обоих, я сомневаюсь, что он попытается убить тебя вот так. Давай сейчас доведем тебя до финиша, мы не можем сделать это так же, как я сделал в первый раз. Первый раз? Ты уже завершил гонку? Удивленно спрашиваю я. М, да. Я отступил, чтобы помочь вам после того, как удивил коллега тем, что прибыл раньше него. Это было весело. Говорит Римуру, смеясь про себя. Римуру маневрирует моим телом так, что я висел ей на спине, обвив руками ее шею. Заняв позицию, я чувствую, как что-то обвивает меня, удерживая на месте. Что это за штука? Спрашиваю я, имея в виду странные нити, удерживающие меня. Можно назвать это ремнем безопасности, он сделан из нити одного из моих навыков. Я не могу допустить, чтобы ты упал, так как я планирую двигаться быстро, по крайней мере, по человеческим меркам. Она объясняет. М, как быстро. Обеспокоенно спрашиваю я. Не беспокойся об этом. Ты справишься, я уверен. Она успокаивает меня, не отвечая на самом деле. Она смотрит на меня через плечо и успокаивающе улыбается. Хотя меня это не совсем успокаивает. Вот так. Приготовя, Ирума. Говорит Римуру, резко ускоряясь. Страшно, но я быстро привыкаю. Я замечаю, что мы проезжаем какие-то знаки, указывающие на опасность впереди. М, Римуру. Ты только что заметил эти знаки. Нерешительно спрашиваю я. Да почему? Они предупреждают нас, чтобы мы не шли этим путем. Да, мы собираемся пройти через долину головорезов, чтобы сэкономить немного времени. Мне нужно лететь медленно, так как ваше человеческое тело не может справиться с большей скоростью, поэтому мы идем коротким путем. Она объясняет. Она называет это, медленным. Энно профессор сказал, что это запрещено. Только из-за хранителя. Я уверен, что нет ничего, с чем бы я не мог справиться. Уверенно отвечает она. О ладно. Я действительно надеюсь, что она права насчет того, что сможет справиться с этим. Я знаю, что она невероятно сильна, но все же. А с модей от первого лица. Я делаю хорошие успехи в летной гонке, несмотря на то, что не видел мастера Ируму из Римуру с самого начала. Я бы сказал, что все идет гладко, но у меня есть одна проблема. Валак едет на моей спине с самого начала гонки и не отпускает. Внезапно я замечаю, что мимо меня проносится еще один студент. Это был Сабнок. Ты замедляешь Аз-Аз. Говорит Валак, все еще лежа на моей спине. Я игнорирую ее раздражающие комментарии. Этот дурак, говорю я, глядя в сторону запретной тропы, долины Головорезов. Сабнок от первого лица. Я иду по единственному пути для тех, кто достоин трона короля демонов, долине Головорезов. Я не боюсь какого-то глупого стража. Если я случайно столкнусь с ним, я просто убью зверя, используя одно из своих оружий, созданных моей родословной. Никакое животное не может сравниться с великим Сабноком Сабро. Ветер сильный, но это лишь одно из испытаний, которые я должен преодолеть, чтобы стать королем демонов, так и должно быть. Римуру от первого лица. Я относительно легко пробираюсь через долину Головорезов, несмотря на сильный ветер. По мере продвижения я начинаю слышать странный шум далеко-вдалеке. Это, хныканье. Я говорю, в основном себе. Какая? Спрашивает Ирума. Я слышу что-то странное, почти как плач или хныканье. Я объясняю. Что нам делать? Что ты имеешь в виду? Может, пойдем проверим? Может быть, помочь, если он поранится? С тревогой спрашивает Ирума. Я хочу, но этот обход повлияет на ваш счет. Вы согласны с этим? Я спросил его. Да, поехали. Ирума настаивает. Я начинаю лететь в направлении странного звука, немного отклоняясь от курса к месту назначения. Вскоре мы добираемся до источника звука, большого птичьего монстра с четырьмя ногами, сидящего в гигантском гнезде. Интересно, почему он плачет, говорит Ирума. Я присматриваюсь к зверю поближе и понимаю, что на одной из задних лап у него большая рана. Посмотрите на его ногу, она определенно ранена. Мы должны помочь ему. Ирума настаивает. Прежде чем я успеваю его остановить, он находит рядом на земле острый камень и режет им руку. Что делаешь? Я спрашиваю. Просто смотри. Не вмешивайтесь, хозяин, если только мальчику не угрожает неминуемая опасность. Я не чувствую никакого враждебного намерения со стороны зверя. Ладно, я посмотрю и вмешаюсь, если эта штука вдруг решит напасть на него. Затем он оборачивает порезанную руку лоскутом ткани, который он оторвал от своей одежды. Итак, я хочу сделать это с тобой. Могу я? Говорит он, подходя ближе к существу. Он выглядит напуганным, но преодолевает этот страх, чтобы помочь ему. Удивительно, но зверь, кажется, понимает и протягивает ему лапу. Прежде чем Эрума успевает начать лечить рану монстра, в рану попадает капля его собственной крови. Рана быстро начинает закрываться, как только кровь вступает в контакт с ней. Значит, кровь этого ребенка подействовала на монстра как лечебное зелье. Мастер, основываясь на некоторых данных, которые я почерпнул из книг в библиотеке, я считаю, что человеческая кровь обладает целебными свойствами как для обитателей преисподней, так и для демонов и зверей. Как странно. Эрума в полном шоке смотрит туда, где когда-то была рана, явно не понимая, что только что произошло. Я решаю поделиться с ним знаниями, которые Сиэль только что дал мне. Похоже, человеческая кровь обладает целебными свойствами здесь, в преисподней. Лучше держите это в секрете, вы же не хотите, чтобы кто-то высосал вас до суха, чтобы заполучить ее. Римуру. Не шути о таких вещах. Да, извини. Если не считать шуток, я серьезно говорю, что ты не можешь позволить другим людям узнать об этом. Это подвергнет тебя еще большей опасности. Говорю я, кладя руку ему на плечо и серьезно глядя ему в глаза. Я хочу убедиться, что он понимает серьезность того, что может случиться, если об этом станет известно. Я это понимаю. Я никому не позволю узнать, обещаю. Говорит он, отводя взгляд от моего напряженного взгляда. А, кстати. Тебе не нужно было ничего делать с птицей. У меня есть зелье и исцеляющая магия, которые могли бы позаботиться об этом порезе. Я небрежно проговорился о том, что его действия только что были технически бессмысленными. Почему ты не сказал об этом раньше? Он протестует. Ты был в ударе, и я не хотел тебя останавливать. Вот, позволь мне хотя бы вылечить порез на твоей руке с помощью магии. Я говорю, когда беру его руку в свою, свечение окружает область пореза. Оба наших лица освещаются слабым светом исцеляющего заклинания. Я поднимаю глаза, исцеляя его, и замечаю, что его лицо ярко-красное, и он смотрит прямо на меня. Серьезно, опять это дерьмо. Клянусь, подростка заводит все что угодно. Ирума, помнишь, что я говорила о том, что ты так на меня смотришь? Тебе нужно успокоиться, ты сейчас выглядишь как помидор. Я жалуюсь. Но пэ сначала ты коснешься моего плеча, а потом пэ руки. Ты несправедлив, Римуру. Он хнычит. Я просто пытался донести важную мысль, а затем исцелил твою руку. Не превращай это во что-то другое. Говорю я пренебрежительно. После того, как я заканчиваю лечить его, я слышу знакомый голос, кричащий где-то рядом. Отлично, собнок здесь, в долине головорезов. Откуда ты знаешь этого Римуру? Я слышу, как он с чем-то борется, возможно, с чем-то большим, с чем он не может справиться. Я лучше пойду помогу этому идиоту. Ты должен остаться здесь со своим новым другом птицей. Я указываю на большого монстра, который тратся об Ируму, явно довольный тем, что он исцелил его. Нет, я должен пойти с тобой. Ладно, мне не хочется с тобой сейчас спорить. Давай поторопимся. Птичий зверь начинает кричать, как будто пытается что-то сказать, может быть, он хочет помочь. Он подхватывает Ируму, кладет его себе на спину, а затем указывает одной из своих передних ног в направлении, в котором находится собнок. Что? Ирума взвизгивает, когда зверь бросает его на спину. Кажется, твой новый друг хочет помочь, нам пора идти. Я взлетаю и начинаю лететь в направлении собнока, птичий монстр, несущий Ируму, следует за мной. Я даже рад, что мне не нужно носить с собой Ируму прямо сейчас, это может быть несложно, но и неприятно. Наша цель, отвесная скала, окруженная лужей лавы. Собнок сталкивается лицом к лицу с гигантским пушистым черным зверем. Кажется, он не может даже поцарапать эту вещь, и ему вручают свою задницу. Собнок от первого лица. Это была ошибка. В настоящее время я сражаюсь с охранителем долины головорезов, и у меня нет шансов победить. Каждое оружие, которое я создал во время этой битвы, абсолютно ничего не сделало с этим зверем. Мои крылья были порваны настолько сильно, что я даже не могу убежать. Я верил, что я самый сильный, предназначенный для величия, но кажется, что мой путь подойдет к концу, прежде чем я достигну своей цели. Моя цель, стать самым крутым демоном, королем демонов. Когда я уже собирался смириться со своей судьбой, между мной и хранителем внезапно появляются две фигуры. Близнецы Салливан. Собнок. Окликает мальчик Ирума. Что вы двое делаете? Кричу я двум синеволосым ученикам, стоящим передо мной. Спасти твою жалкую задницу, что еще? Женщина-близнец, кричит на меня Римору, блокируя когти стража золотой катаной. Внезапно страж прекращает свои атаки. Серьезно, что ты здесь делаешь? Спрашиваю я. Римор услышал, как вы ссоритесь, поэтому мы пришли помочь. Ирума отвечает. Я оглядываюсь и вижу похожего на птицу зверя, говорящего, с охранителем. Может ли это быть, дитя стража долины Головорезов? Я спрашиваю. Страж. Так это страж долины Головорезов. Спрашивает Ирума. Я смотрю на стража и замечаю, что он не обращает на нас никакого внимания, полностью сосредоточившись на меньшем существе, с которым разговаривает. Это мой шанс. Я должен атаковать, пока он отвлечен. Страж. Ирума взывает к зверю. Теперь ножки вашего ребенка лучше. Вы, должно быть, расстроились, потому что ваш ребенок пострадал. Я поднимаю с земли сделанный ранее пылаж, готовясь атаковать обезумевшего зверя. Римуру бросает на меня острый взгляд, словно говоря, даже не думая об этом. Клянусь, я вижу темную ауру, исходящую от девушки. Не волнуйся, мы ничего не сделаем. Говорит Ирума. Затем Ирума тоже поворачивается ко мне, с гораздо более мягким выражением лица, чем его сестра. Верно. Мягко говорит он. Положи точка. Но, протестую я. Быстро точка. Говорит он, тепло улыбаясь мне. Вы слышали его. Бросьте это, сейчас же. Римуру ругает меня, его темная аура становится все сильнее. Я бросаю пылаж, и он с грохотом падает на землю. Я потерял всякое желание сражаться перед лицом ауры этой девушки. Она кивает мне и убирает катану в ножны, тьма, окружавшая ее минуту назад, исчезла. Все трое из нас подняли руки вверх, давая хранителю понять, что мы больше не будем предпринимать никаких действий против него. Я в шоке наблюдаю, как гигантский зверь опускает голову. Страж, клоняется, говорю я, глядя на него. А, нет. Вы слишком добры. Со смехом говорит Ирума, кланяясь в ответ. Да не надо нам клоняться. Мы хотели помочь, это не проблема. Говорит Римуру, теперь действуя гораздо дружелюбнее. Итак, это печально известные, близнецы Салливан. Какие невероятные демоны. Итак, я должен спросить, какого черта ты решил, что сможешь справиться с этой огромной штукой. Ты бы умер, если бы мы не появились. Укоризненно спрашивает Римуру. Я, не знаю, я был глуп. Я смущенно отвечаю, сожалея о своем поступке. Это точно. Тебе нужно больше использовать свой мозг. Если ты когда-нибудь захочешь достичь своей цели, ты не можешь устраивать драки, в которых не можешь победить. Если ты умрешь первым, у тебя не будет шансов стать королем демонов. Я понимаю точка. Хорошо, подумай о моих словах в следующий раз, когда соберешься сделать что-нибудь глупое, хорошо. Она сказала. Я киваю в ответ. Римуру от первого лица. Как до этого дошло? Расслабьтесь, мастер. Мы почти прибыли. Я лечу вместе с одним мальчиком под каждой рукой, Ирумой и Сабноком. Ни один из них не может летать, потому что крылья Сабнока повреждены, а у Ирумы их никогда не было. Римуру, как ты можешь нести меня и Ируму одновременно? Ты должен поделиться со мной секретом своей силы. Восклицает Сабнок. Это коммерческая тайна. Я отвечаю своей общей фразой, когда я не хочу делиться чем-то с кем-то. Думаю, кто-то должен держать свои методы тренировок в секрете от соперника. Говорит он разочарованным тоном. Что? С каких это пор я твой, соперник? С этого момента. Я считаю вас двоих достойными быть моими соперниками. С этого момента мы должны бороться за трон короля демонов. Решетка мне не нужен еще один трон, решетка говорю я себе под нос. Другой трон. Что ты имеешь в виду под словом, другой? Спрашивает Сабнок. Дерьмо. Кажется, я сказал это слишком громко. Вы должны быть осторожнее, мастер. Какая? Спрашиваю я, притворяясь тупицей. Вы сказали что-то о, другом, троне. У вас уже есть какое-то королевское положение в другом месте. Спрашивает он, очень заинтересованный в ответе. Я ничего не говорил о троне. Я лгую сквозь зубы. Ирума слушала все это время и морщилась в ответ на мой ответ. Я бросаю на него грязный взгляд, так как он разрушает доверие к моей маленькой лжи. Сабнок подозрительно смотрит на меня, но бросает тему, понимая, что другого ответа я ему не дам. Остаток нашей поездки наполнен неловким молчанием. Когда мы прибываем в пункт назначения, нас встречают удивленные взгляды всех студентов и гневный взгляд профессора. Был также некоторый смех при виде, маленькой девочки, несущей не только гигантского Сабнака, но и Руму одновременно. Где вы были, наглые дураки? И как вы смеетесь бегать без разрешения, Римуру? О боже, он в бешенстве. Видимо, мы добрались сюда намного позже остальных. Я был занят спасением задницы этого парня от стража долины Головорезов. Он был бы мертв, если бы я и Рума не появились и не помогли. Говорю я, прежде чем объяснять всю свою историю, за вычетом некоторых ненужных подробностей, коллега и классу неудачников. Сабноку и Руме стало стыдно за то, что они так опоздали, а меня отругали за то, что я убежал после достижения цели. С неба спускается сова с тремя глазами и парой рогов и садится на руку коллега. Это ранговая сова. Он наблюдал и изучал каждое твое движение. Если ты положишь руку в карман на его животе, он даст тебе значок рейтинга, вот так. Он объясняет. Все смотрят на маленький золотой значок, который коллега вытащил с благоговением. Вы, мерзовцы, которые пришли последними, также последними получат рейтинг. Ты полный отстой. Говорит Клара, швыряя камни в Сабнака, который сидит на земле в ящике позора, с Ирумой. Это должно преподать тебе урок. Наслаждайся тем, что все смеются и бросают в тебя камни. Хих. Говорит коллега со зловещей улыбкой. Как злобно. Кроме того, Римуру, несмотря на то, что ты прибыл первым, ты ушел без разрешения, так что твое наказание будет равнозначно тем двум неудачникам. Как это низшее существо смеет наказывать вас, хозяин. Все хорошо, Сиэль. Это даже не имеет значения. Конечно точка. Говорю я, на самом деле не заботясь обо всем этом рейтинге. Хорошо, выстраивайтесь в один ряд. Он командует. Один за другим каждый ученик лезет в сумку ранговой совы и достает значок, когда, наконец, наступает моя очередь. Я протягиваю руку и касаюсь чего-то металлического. Я хватаюсь и выдергиваю руку. Я был потрясен, обнаружив, что это значок пятого ранга, Хе. Подожди, серьезно. Ранговая сова признала ваши величии, мастер. Звездочка-вздох-звездочка. Амигош. Анахи. Кричит один ученик. Это почти неслыханно. Пятый ранг как первокурсник. Восклицает другой. Я вижу, как коллега злится в сторонке, вероятно, разозленный тем, что его самый нелюбимый ученик получил такое высокое звание. Теперь очередь Ирумы, поэтому я смотрю, как он подходит к ранговой сове. Он останавливается на мгновение, прежде чем потянуться к сумке. Может быть, он снова вытащит что-нибудь странное. Говорит Андра. Как его знакомый учитель. Смеется Шакс. ХМФ. Ранговая сова торжественна и правдива. Ничто не может поколебать ее. Не говоря уже о том, что эта ранговая сова даже не взглянула в центр. Коллега прерывает ранговая сова, испускающая безбожный виск. А. Эй, подожди. Ирума кричит, когда сова начинает улетать. Но я не получил свой значок, пока, говорит он, протягивая руку сове, которая улетает вне досягаемости. Мастер Ирума. Спрашивает Аз. Ирума Чи, что это? Я смотрю на его правую руку и замечаю странное золотое кольцо на среднем пальце, на той же руке, которой он сунул руку в мешочек. От него исходит зловещая аура, но Ирума пока этого не замечает. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вы не можете удалить его после того, как он будет надет. Итак, ребенок застрял с ним тогда. Похоже, что в нем обитает какое-то странное существо, что необычно для такого типа магических устройств. Присутствие. Дух или душа какого-то рода. Он слишком деградирован, чтобы его идентифицировать. Нам нужно внимательно следить за этой штукой, она может быть опасной. Пока я думаю о потенциальной опасности, которую представляет кольцо, из него вырывается клуб черного дыма. Дым принимает грубую форму существа с лицом и двумя руками, которое остается прикрепленным к кольцу нитью дыма. Все пятятся от него, в ужасе от дыма существо. ГМ, я, Ирума собирается попросить помощи у других своих учеников, так как он только что попытался снять кольцо, но не смог, но они просто отступили, испугавшись. Он еще не заметил зловещий дым, окутавшее его кольцо. Привет. Спрашивает он их с отчаянием. Они боятся, что эта штука выйдет из этого кольца, Ирума. Кричу я ему. Хм. Он оглядывается и, наконец, замечает это и кричит. Ирума начинает лихорадочно махать рукой, пытаясь стряхнуть дым. ХХХ помогите мне. Кричит он. Пожалуйста, успокойтесь, мастер Ирума. Ас умоляет его. Нет, нет, нет. Кричит Ирума. Решетка нет, наверное, я ошибаюсь, кольцо Соломона не испускает такого черного дыма, решетка бормочет с об ног. Подождите, нет. Что это? Я не хочу этого. Ирума продолжает паниковать. Не хочу. Не хочу. Уберите это от меня, профессор. Кричит он, подбегая к коллеге. Прекрати размахивать этой штукой. Коллега ругается. Существо из черного дыма начинает издавать громкий визг, заставляя всех заткнуть уши. Все, кроме меня, Ирумы тоже по какой-то странной причине. Кажется, он не пострадал от шума. Какого черта? Это как предсмертный крик. Говорит Шакс, свернувшись калачиком на земле от боли и от шума. П. С тобой все в порядке. В панике спрашивает Ирума, оглядывая всех студентов, лежащих на земле в позе эмбриона. Почему вы двое в порядке? Спрашивает Шакс, указывая на меня и Ируму. Если вы в порядке, то затыкните уже эту штуку. Он кричит на нас. Должен ли я им помочь? Я уверен, что эта ситуация моментально разрешится сама собой, хозяин. Вам не нужно вмешиваться. Ирума делает слабую попытку заставить существо перестать кричать, но это не помогает. Затем Клара решает, что пение колыбельной может как-то помочь. Удивительно, но это работает, но все считают ее пение хуже крика и призывают ее остановиться. Хорошо. Предоставьте это мне. Объявляет Сабнок, приближаясь к Ируме и дымовому монстру. Подождите. Это может быть опасно. Ирума предупреждает его. Не бойся, мой соперник. Это всего лишь простая задача для того, кому суждено стать, говорит он, прежде чем его прерывает существо, прикоснувшееся к нему. После того, как дымовое существо вступает в контакт, Сабнок немедленно теряет сознание. Сабнок. Ирума кричит. Он в порядке. Сейчас он выглядит не так уж и горячо. Он будет в порядке. Сабнок Сабро потерял большую часть своей магии из-за прожорливого питательного кольца. Это дымчатое существо, похоже, является своего рода проявлением его функции поглощения энергии. Это как когда я потерял сознание после того, как назвал монстров. Подобно, но гораздо менее опасно. Он должен восстановиться через мгновение, так как его магия не так важна для поддержания его жизни, как для моего мастера. Мастер Ирума, предоставьте это мне. Азз успокаивает Ируму. Он также теряет сознание при контакте с существом. Ты в порядке? Спрашивает Ирума. Я в полном порядке, мастер Ирума. Говорит Азз, едва в силах сесть. Кажется, часть моей магии высосали, но не бойся. Я даже почти не почувствовал, говорит Азз, прежде чем существо укусит его, и его чуть не вырвет. Думаешь, ты сможешь стоять? Спрашиваю я Азз, протягивая ему руку. Да, спасибо, мастер Имуру. Он отвечает, когда я помогаю ему подняться на ноги. Он кажется немного шатким, но я думаю, что он будет в порядке. Эй, Ирума. Дай мне взглянуть поближе. Говорит коллега, стоя прямо позади Ирумы и положив руку мальчику на плечо. Через мгновение у коллега появляется испуганное выражение лица, и он отступает. Профессор. Вы в порядке? Спрашивает Ирума. Об этом, нужно позаботиться немедленно. Строго говорит коллега, поднимая палец вверх и опуская его в сторону Ирумы. Я замечаю, что в кончике его пальца накапливается относительно большое количество магии. Обнаружены враждебные намерения на Бериоса коллега. Целью враждебности является Ирума Судзуки. В мгновение ока я подбегаю, толкаю коллега на землю и встаю между ним и Ирумой. Ирума выглядит ошеломленным, потому что я только что напал на учителя, но сейчас это не имеет значения. Ка-как ты смеешь? Коллега феркает. Нет, как ты смеешь? Я знаю, что ты собирался сделать что-нибудь, чтобы навредить моему брату. Кричу я ему. Сразу после остановки атаки коллега Салливан появляется из ниоткуда и ругает его. Эй, сейчас. Ты же знаешь, что это запрещено. Салливан игриво говорит коллега. Дедушка. Восклицает Ирума. Привет, твой дедушка здесь. Говорит он, махая мне и Руми. Спасибо, что вмешался и защитил своего брата Римуру. Нет проблем, дедушка. Я ведь для этого здесь, верно. Говорю я, сдержанно подмигивая, и Салливан кивает. Затем он снова поворачивается к коллега, который отряхивает пыль со своего наряда после того, как его швырнули на землю. Плохой коллега. Ты собирался оторвать руку Ируме, не так ли? Салливан наказывает его. Хм. Ирума потрясен, узнав, в какой опасности он только что оказался. Да, был. К счастью, я заметил, что он собирался напасть на него с помощью магии, и вмешался. Не могу поверить, что учитель попытается сделать что-то подобное со своим учеником. Я ругаю коллега за его нелепое поведение. Он хмурится на меня в ответ. Я полагал, что другие студенты были в опасности. Коллега пытается объяснить. Пока Салливан продолжает ругать коллега, я замечаю, что дымное существо начинает тянуться к нему. Я решаю вмешаться, так как знаю, что могу немного высосать магию. Я протягиваю руку и позволяю этой штуке укусить меня за руку. Я испытываю ощущения, похожие на то, когда я даю имена монстрам, но на этот раз оно использует лишь малую часть моих запасов магии, так что я почти его не ощущаю. Когда моя магия вливается в него, дымное существо надувается, а затем отступает обратно в кольцо прожорливого питателя. Эй, его больше нет, говорит Ирума. Да, вроде того. Он вернулся на ринг, но может вернуться, если снова проголодается. Я исправляю его. Правильно, Римуру. Мы должны хорошо его кормить, чтобы не было еще одного несчастного случая. Говорит Салливан. Затем он объясняет Ируме всю информацию о кольце, которую Сиэль уже выяснил для меня. Ирума определенно не выглядел счастливым, когда ему сказали, что эта штука застряла у него на пальце на всю жизнь. Как у нее все еще есть так много магической силы после того, как она позволила ей забрать так много? Спрашивает Аз, опираясь на Клару, так как ему трудно устоять на ногах. Я просто улыбаюсь ему, зная, что он никогда не узнает правду. Занятие заканчивается групповым фото, сделанным Салливаном, он и его чертовы фото, тьфу. Неудачный результат Тога, что Ирума получил кольцо вместо значка, заключается в том, что он не может быть оценен. Решено, поскольку ранг необходим, ему будет присвоен самый низкий ранг, Олев. Аз определенно был недоволен этим, думая, что Ирума должен быть в рейтинге намного выше, но Ируму, похоже, это не смущает. Вероятно, он думает, что низкий ранг помешает ему выделиться, но он ошибается. Мы вдвоем снова в центре внимания. Школьная газета утверждает, что мы, победили, стража долины Головорезов. Он также обвинил Ируму в крики, который все услышали, и сказал, что он напал на других учеников. Я получил известность за то, что толкнул коллега на землю, что, по-видимому, довольно сложно сделать, и сразу же получил пятое место в качестве первого года обучения. Коридоры заполнены шепотом о печально известных, близнецах Сальвана, но Ирума, похоже, еще не заметила. Я должен позволить ему наслаждаться этим, пока он может, прежде чем реальность ударит его по лицу.